привет всем вы на канале позитивный огород и мы продолжаем серию видео про цветы которые мы выращивали и будем выращивать в этом сезоне расскажу также и о бархатцах и о шафранах в принципе бархатцы шафран они знакомы практически всем и все их чаще всего и выращивают как бы они очень популярны если говорить про бархатцы то это более такие низкорослые все-таки цветы и размер цветка у них где-то там 5-6 сантиметров а шафраны конечно они более высокорослые и цветок у них такой достаточно тоже такой пышный набитый и очень красивый хочу рассказать и о бархатцах которые мы приобрели в этом сезоне это бархатцы кармен и бархатцы эскимо кармен у нас высотой где-то 30 сантиметров у нее достаточно такой компактный кустик и яркие махровые цветы бархатцы они у нас быстро растущие то есть если вот недавно бархатцы более кустик у нас такой небольшой был то в летнее время за 10-15 дней он достаточно быстро наращивать и зеленую массу и начинает более так активно цвести они у нас также и засухоустойчивые ну и в принципе цветут все лето до заморозков если говорить про всходы то всходы у нас при посадке в той же теплице будет появляться через 7 14 дней то есть вот такой вот разброс где-то от недели до двух недель будут они сходить а температура нужно где-то 20-22 градуса ну и затем уже высаживаем их на постоянное место когда минует угроза заморозков эскимо у нас они у такого ванильно-белого оттенка махровые и низкорослые тоже где-то 30-35 сантиметров в высоту цветок у них 5-6 сантиметров в диаметре ну и также они цветут у нас с июля и до заморозков то есть будет радовать нас все лето если говорить о шафранах то мы выращиваем уже со шафраны из своих семян первоначально мы приобретали лимонные шафраны то есть они где-то высотой были около 60 сантиметров но затем уже когда мы собрали с них семена и на следующий год посадили то у нас как бы выросло 50 процентов лимонных а 50 процентов наверх таких вот обычных темно-оранжевых шафранов таких очень достаточно высоких они уже около метра и достаточно пышный бархатцы и шафраны можно и нужно выращивать по капусте то есть хотя бы несколько кустиков обязательно посадите так как они все-таки отпугивают различных вредителей либо сокращают их число так как они имеют такой вот достаточно такой специфический аромат и вот этот аромат он оказывает такое воздействие также и по некоторым данным и их корневая система также вот и какой-то все-таки влияние оказывает на тех вредителей которые живут нас под землей поэтому очень не полезны нас как в саду так и в огороде поэтому выращивайте и высаживайте и радуйте и себя и своих близких но всем тем кому понравилось данное видео подписывайтесь на канал заходить почаще в гости и до новых встреч пока пока